Привет, сейчас я сделаю пакет Tracer 7.3.1.2, здесь мы настроим для IPv4 и для IPv6 вместе в совместной сети и IGRP настроим для IPv4 и для IPv6 в одной сети. Вот я подготовил команды, здесь все просто, я их более-менее объясню. Вот требования все к этим командам. Ну, собственно, я смотрел требования и прописывал команды. Все очень просто. Я вам также советую, потому что здесь очень много повторений. Вам нужно будет по лукбэкам прыгать, переключаться между интерфейсами и на каждом настраивать. Это долго и муторно. Я вам просто советую подготовить такой же файлик. Это делается куда проще и быстрее, чем прописывать вручную. Давайте начнем. Сначала мы настраиваем для IPv4, R1 у нас R2 и вот это вот, это все IPv4. Здесь роутер и IGRP, идентификатор 1. Сеть прописываем, у нас здесь только одна сеть. Прописываем пассивный интерфейс, дефолт ставим и пассивный интерфейс и делаем интерфейс S3.0. Вот это, который ведет к этому маршрилизатору не пассивным, потому что он по умолчанию пассивный тут стоит. А потом заходим в настройку этого интерфейса и ставим тут HelloInterval 1.10. Надеюсь, все понятно. Давайте настроим. Копирую команды просто. Ctrl-C. Открываем R1. Командная строка. Enable. Configure Terminal. И вставляю эти команды. Все. R1 у нас настроен. Мы получили баллы. Давайте настраивать дальше. Дальше R2. Здесь все абсолютно также настраивается. Просто меняется сеть. Вот у нас другая здесь сеть. Поменялся интерфейс. А так все осталось таким же. Ну и вот этот интерфейс поменялся. По сути, ничего интересного. Поэтому я просто копирую и вставляю. Все. Мы настроили таким же образом R2. Видим 26 баллов. Теперь нужно устраивать главный маршрутатор для IPv4. Открываем его. Enable. Configure Terminal. И вот его настройки. Здесь у нас Default Road к интернету идет. И IGRP. Пассивный интерфейс Default. Отключаем два пассивных этих интерфейса. Прописываем две эти сети. И ставим Redistribute Static, чтобы передать IP Road. Заходим в два интерфейса. Вот этот. Вот этот. И ставим интервал Hello. Такой же, как был в этих устройствах. Надеюсь, все понятно. Копирую команды и вставляю их. Все. Все у нас настроилось. Видим 50 из 90. Давай нажимаем Check Result. Send Items. IPv4 настроен правильно. Главный. Порты. Вот. IPv6 пропускаем. R1 настроен правильно. R2 настроен правильно. Все. IPv4 адресацию мы полностью настроили правильно. Теперь нам нужно таким же образом настроить IPv6 адресацию. Начнем с R3. Открываем R3. Командная строка. Enable. Configure. Terminal. Смотрим. В R3 у нас есть. Первым делом нужно прописать Unicast routing. Во всех. Для IPv6. Включить IPv6 адресацию. Далее зайти в настройку Router и IGRP 1. Обязательно Router ID указать. 3, 4, ну и так дальше. Понятно. Включить интерфейс. И пойти по разным интерфейсам. Для начала это Loopback 0, Loopback 1. И на всех мы просто прописываем IPv6 и IGRP 1. То есть и всего-то. Также R4 настраивается. Здесь только ID другой. Ну, как бы все очень просто. Копирую R3. Вставляю команды. Настроили. Таким же образом настраиваем R4. Enable. Configure. Terminal. Копирую команды для IPv4. И вставляю их. Все. И настраиваем IPv6. Ну, главное IPv6. Роутер. Enable. Configure. Terminal. Смотрим. Здесь все. Также Unicast Routing. IGRP. Роутер ID. Интерфейсы. И также Default Route. И Redistribute Static. Вот. В такой очередности. Потому что иначе не выйдет. Потому что если мы сначала пропишем IPv6. Роутер ID. Оно его не настроит. Нужно сначала настроить порты. Потом уже настроить IPv6. Роутер ID. Все. Все у нас настроено правильно. У нас 90 баллов и 90. Если нажмем Check Results. Здесь все будет правильно. Вот. Все настроено. Все правильно. Надеюсь, это здание такое же простое, как и для меня. Для вас. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok